Здравствуйте, в эфире Вести Красноярск, в студии Оксана Ганжа. Сегодня в Красноярске по дороге в Элиту за ветлужанкой начали рубить лес. С утра к нам в редакцию звонили обеспокоенные горожане. Деревья выкорчевывают, тут же сжигают, предприниматели готовят площадку под строительство. Репортаж Евгении Безбородовой. В лесу по дороге в Элиту работа кипит. За несколько часов на месте леса почти голая поляна. При этом рабочие уверяются, рубили всего 12 берез. Непонятно вообще, кто это рубит. Я вообще возмущаюсь, когда любят, рубят зеленые насаждения. В городе и так нет зелени. Площадку готовят для базы отдыха. Председатель Федерации лыжного спорта края Олег Жгун не без сожаления рассказывает. Еще 7 лет назад здесь была отличная лыжная трасса на 25 километров. Тренировались все марафонцы. Выросло не одно поколение горожан. Сейчас город начал активно в эту сторону строиться, то лыжня практически вся застроилась. Это очень печально, что ее сейчас не существует. В городе, который стремится к высадке миллиона деревьев, такая вырубка выглядит странно. Мэрии поясняют, земля федеральная. Этот участок уже 7 лет как в аренде. Вот чиновники и разрешили рубить и строить. Бумаги подписаны руководителем департамента горхозяйства Игорем Тетенковым и начальником городского центра капремонта жилья и благоустройства Геннадием Игнатьевым. Разрешение выдано сегодня утром. Мы заплатили 240 тысяч рублей. Приехала комиссия, которая определила березы, которые мы сносили. Тут аварийные есть. Вот мы сейчас расчищаем площадку. Здесь будет административный корпус. База отдыха не может же быть в пустыне. Чуть вглубь построят домики для отдыхающих. Предусмотрены и площадки для игр, например, в футбол. Уже сейчас очевидно, строительством одной базы отдыха дело не закончится. Будут появляться новые и новые. Желающие построить здесь коттеджи, организовать бизнес. Пока, как говорят сами бизнесмены, рубят только березы. Но дело дойдет и до столетних сосен. Евгения Безбородова, Сергей Бондарев, Григорий Зимин. Вести, Красноярск.